Что хочу сказать про своего друга Никиту. Я с ним уже общаюсь 7 или 8 лет. Прекрасный душит человек, очень добрый, отзывчивый, всегда готов прийти на помощь. Как-то начались военные действия. Он находился в Мариуполе, так получилось, что остался в этой изоляции. Провел там полтора месяца практически и повезло, что выехал. До 4 числа проснулся от взрыва в 6 утра, решил с семьей выезжать из города. Но из-за того, что были большие заторы в городе, переполненные заправки и так далее, спустя несколько часов все-таки принял решение искать уже какое-то убежище, где мы можем прятаться от взрывов. В подвале нашли место, стащили туда всякие деревяшки, всякие матрасы, вещи теплые, еду начали, воду сносить, подготавливать место для того, чтобы хотя бы днем там сидеть и приходить домой ночевать. Но спустя несколько дней настолько сильно начались стрелы, начался хаос в городе, мы полностью переехали в подвал. В подвале набралось уже около 40 человек и все с разными взглядами. Были страшные вещи, вы не представляете то, что когда стоит вопрос жизни и смерти, люди превращаются в зверей. И нам пришлось это все пережить с моей семьей. Выйти на улицу было невозможно. Выходили только группами, и то только за провизией, за едой. Выехали мы 28 марта. Нам удалось выскочить под обстрелами. Выехали в сторону Латвии через Россию. Потом долгий путь ехали на Германию, город Гамбург. И моя мама живет уже около 10 лет там в Германии. Кстати, забавная история то, что она приехала 23 февраля ко мне в гости. Я начал устраиваться всякие волонтерские организации. Работал сначала в крупном немецком колл-центре. Мы давали информацию украинцам по всей Европе, как им передвигаться, в какие службы обращаться. Два месяца я там поработал. Понял, что там уже достаточно людей, которые могут с этим справляться. Я принял решение то, что пора ехать в Украину и непосредственно тут помогать людям, которые нуждаются в помощи. Когда появился наш связь, мы были уже ради. Созвонили с ним и спросил, когда узнал, что мы занимаемся волонтерством, чем сможет допомочь. Большая нужда была для деточек компьютеры, которые учатся дистанционно, особенно во многодетной семье, в перселенции. И он привез больше 15 компьютеров, которые мы уже раздали. Один или два остались, а еще. Я еще работал в организации волонтерской, которая помогала семьям, которые получили жилье в Европе. И был непосредственно связистом по Украине, благотворительной компании, которая раздавала мебель, начиная от кухонной мелочей, заканчивая бытовой крупной. Но я предложил им, давайте будем непосредственно помогать людям в Украине, которые переехали и остались все так же в Украине. Человек не просто даже нашел пути, как передать сюда. Он сам привез технику сюда к нам, компьютеры, чайники, кофеварки. У нас это великая база переселенцев, которые к нам обращались за допомогой и все. И мы их обзваниваем. И кому же нужно, когда приходит какая-то вовнута на допомогу, вызываем, раздаем. Так как я ехал на своей легковой машине, все, что можно было, я загрузил машину. У нас должна еще приехать фура. По запросам людей мы еще сделаем статистику, что больше всего нужно людям здесь в первую очередь для освоения быта. И будем привозить. Субтитры создавал DimaTorzok